У нас сегодня здесь такое мероприятие от клуба КПД, которое называется «Проза жизни». То есть осознав суть КПД, осознав полноте собственной никчемности в умении подавать продукт души, как наше творчество, причем любое, ну самовыражение, мы решили собраться в круг, то есть все те люди, которые недовольны собой. Это очень важно для художника задавать себе этот вопрос. Доволен ли ты собой взыскательный художник? Я собой недоволен никогда. Расти мне хочется. Значит, есть сила более могущественная, чем моя собственная. Профессионалы. Мы приглашаем этих профессионалов. Вот был у нас Борис Григорьевич Херсонский, 11 числа будет Хаид, Влада Ильинская в эту среду, Бушлатов, Ефремов, Бревис, Гринчук, те люди, которые уже к нему, они и создали себя. Мы их приглашаем, даем им право выступить в диалоге, пытаем их, спрашиваем, что нам с собой делать, делимся собственным опытом, читаем сами. Ну, как-то вот в процессе мозгового штурма. Наташа Буйского с актерским мастерством у нас работает. Ловец жемчуга, она же Наталья Калашникова, ставит нам дак, сельхарей, правильную постановку речи и так далее. То есть вот такой процесс работы над собой, постоянный. У нас сегодня вечер посвящен прозе жизни. Как следствие, можно предположить, что мои рассказы тоже выдержаны в этих рамках. А проза жизни, она может быть разной. Она может быть страшной, может быть смешной, может быть сюрреалистичной, может свести вас с ума, не дать вам заснуть или наоборот усыпить. Спать он не любил, ведь сон так похож был на смерть. До рассвета снежную пустоту выходил он, и крик его подражался от стен гребенного города. А я один на целом свете, во тьме и в космическом пространстве. Скоро и мой черед придет, а я ведь не продал еще ни одного зра. Зовут меня Моня, фамилия Рикун. Через смыль Рикун. Я сегодня буду представлять один из своих рассказов. Я решил, что раз вечер носит название проза жизни, то нужно читать что-то жизненное и до боли всем знакомое. Поэтому я буду читать рассказ о нашей медицине. Я как-то раз читал на сцене свой рассказ, довольно длинный, опять о жизни. На бумаге он был достаточно смешным, казалось мне смешным и забавным, но когда я читал его на сцене, оказалось, что люди за столик в середине, потому что он длинен. Поэтому я взял сегодня свои единственные три маленьких рассказа. Посмотрим, что получится. Окна выходили во двор, где челеджи лав. Так что с улицы никто не видел, как голый гоголь дергался в окошке. Шел он как-то по-невскому за рыбой. Глядь, а на встречу граф Толстой. Тише, чуть-чуть, пожалуйста. У меня тоже был жизненный рассказ о реально существующих людях, просто они в такой немножко абсурдной форме. Реальная история, но в абсурдной форме. Лишь что-то кольнуло между лопатками. Это, наверное, сигнал, думал Гриша, что мне пора в зал. Надо качать бицепс, трицепс и дельту. Надо качать трапецию. Ну, читать я буду разные рассказики графоманские, которые прутут из меня, в общем-то, со страшной силой. Ну, на самом деле, это такие акинские штучки абсолютно, которые учатся. Ну, что вижу, а то и пою, как то... Как по мне, чем реже мы сталкиваемся с бывшими людьми, тем лучше. Хаим, вот, перманентно работников колобищенского бизнеса за поборы. А сами-то пошли бы облагораживать несвежие трупы за место торчания в фейсбуке из уютного офиса, а? Вот то-то. Ну, со Стасом я знакома давно. Для дебюта очень даже классно, все свои. Я знаю, что точно здесь есть хотя бы один человек, что это потом скажется. Все будет опомнить. У него прям семи фибрами, свои черты, свои души. И как-то так учел, что он распался. После этого мы долго думали, что же дальше будет. И потом пришло КПД. Моня сегодня не в спортивном костюме в первый раз. За что я прошу ему отдельные аплодисменты. Он учитель, преподает историю. Когда люди пришли, они научили думать, что это... Социально опасным делом. И так создалась КПД, коэффициент полезного действия. Здесь очень интересно. Преподает историю, социально навязан. Ну, действительно, я согласна с Моняными словами, что... ...безстасно надо справиться. Я просто стал, я просто знал свою маму, которая меня навигает. Интересные люди приходят, с интересными людьми общаемся. А так как у нас вечер носит название «Производство жизни», я хотел что-то жизненное прочесть, что знакомо как. Я считаю, что они достойны больше, чем намного больше. Я пишу стихи под влиянием других стихов. На детсовете сказали, что это первое сентября, у меня что-то затронет, затронет эта тема. И в дальнейших своих родственных думях я пишу ужасов. Люд оказалось сравнительно меньше. В проходном дворе их оказалось немного. Человек восемь. Молодые, неорганизованные, но уже знакомые с моими припадками собственной значимости пацаны со двора. Лицо сказало, что ж ты натворил, Стасик. Ну что же ты, животная, сука, я тебя съем. Я тебя на всю жизнь, ты покойник, а мой папа генерал. И тебе пизда, и так далее. Но с тем, что мне пизда, я свыкся еще лет в семнадцать. Когда мне сказали, что мне жить вследствие тяжкого вируса года полтора. Ну или пол неизвестно. Но очень страшно мне тогда стало. Ну очень даже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА